Всем привет, друзья, с вами Бурбон, и в данном ролике я решил сделать небольшую сборочку, собственно, из модов, с которыми я играл, и также добавил немножко еще других модов. И давайте, наверное, начнем с заменки автомобилей. Хотел бы сразу, наверное, отметить то, что если вы являетесь большим фанатом модов, вы просто перевидали кучу модов, попробовали там различные сборочки, то вы в этом ролике практически ничего, даже не практически, а, наверное, ничего нового не узнаете. И данное видео сделано для тех людей, которые просили сделать, собственно, видео и показать все моды, с которыми я играю, и также просто для людей, которые хотят найти себе какую-нибудь сборочку, но вот не знают и сейчас, собственно, бродят там по ютубу, по интернету и ищут, возможно, мой ролик им поможет. Так вот, заменены почти все автомобили, которые тут используются, но тут показаны все такие спортивные, потому что они есть, в принципе, все такие спортивные, то есть, например, вот так вот заменен будет, по-моему, довольно-таки неплохо. Также они прекрасно тюнятся, и взяты машины с GTA V, поэтому сходство, собственно, налицо. Второе, это, наверное, EMP, EMP, на которые я уже делал обзор, и, собственно, вы также сможете подкорректировать различные функции, если вам что-то не понравится. Если вы зажмете клавиши Shift и Enter, у вас откроется меню, где тут раздают различные галочки, которые вы тут можете менять цветокоррекцию и прочее, то есть тут не стоите, тут много различных функций, и можете, собственно, поковыряться, посмотреть что-то, как вообще, и подстроить, собственно, EMP под себя. Также дороги. Дороги, с которыми я играю уже, наверное, больше года, когда-то я их менял, но вот сейчас решил опять вернуть их, потому что они, по идее, хорошие, и больше мне ничего не надо, то есть, хорошо прорисованные, довольно-таки такие, знаете, черные, то есть под цвет именно дорог, не просто прям одинаковый цвет у них, а вы видите, что есть различные потертости, ну, в принципе, дороги вы сами можете видеть и будете видеть на протяжении всего ролика, они действительно классные, как по мне. Также вы видите, что изменена вода, она стала довольно-таки прозрачной, по-моему, действительно отличная. Также, что касается худа, я решил оставить такой вот худ, в котором я играю уже на протяжении, наверное, нескольких месяцев, он мне действительно очень нравится, то есть в этом худе, по сути, нет ничего такого, знаете, крутого, он выполнил, как мне кажется, в стиле минимализма, то есть хпшки, деньги, в принципе, вид оружия и карта, все, что тут присутствует. Также я скачал сам Буи, то есть вы видите, что теперь края вот так вот квадратные, просто, как мне кажется, шикарно. И также в нем курсор, он стал более таким, знаете, маленьким и опрятным, что ли. Также, если мы начинаем писать в чат, то у нас вот эта вот менюшечка такая почти что прозрачная и квадратная, то есть, знаете, мне нравится минимализм, то есть, когда нет каких-то кучи ненужных различных ерундовин, и, в принципе, только самое основное, поэтому этот сам Буи действительно крутая вещь, как мне кажется. Также это эффекты, то есть сейчас вы видите Nitro, к примеру, давайте я попробую еще куда-нибудь вырезаться, то есть такие вот потертости, видите. Я сначала не хотел ставить эффекты, потому что думал, что на портачи, короче, вообще не будет каташка загружаться, потому что это действительно отдельная тема. Я изначально хотел сделать какую-нибудь сборку, которой еще нигде не было, то есть, там, нафигачить туда различных модов, там, прям, знаете, прям серьезно, модов, там, около 20-30. И я, по-моему, сделал сборку, где-то там было 20 с чем-то модов, на полном серьезе. Ну, там были, конечно, такие небольшие моды, там, типа, как Кавейло, различные, которые там не банятся, к примеру, когда вы там стоите в строю, то вы сможете сквозь персонажа, как бы, прокручивать мышкой. Ну, там, в общем, много всего было, и на график, и NB, там был немножко другой, то есть, действительно, было куча всего. Но, какая была проблема у меня? Я, постой каждого установленного мода, заходил в игру, проверял, чтобы ничего не лагало, не было никаких-то, там, не знаю, недочетов, потому что, ну, да, знаете, когда ты ход устанавливаешь, что у тебя просто, просто, короче, выпрыгиваем. Так вот, у тебя за место карты может быть какое-то говно на полном серьезе, то есть, думаю, у некоторых такое было, кто с этим сталкивался. Но, под конец, мне это уже, действительно, надоело, там были заменки оружия, заменки скинов, то есть, практически все, все текстурки, все данные, которые были в игре, я заменил на различные другие, которые искал в интернете на протяжении нескольких часов. И после того, как я сделал готовую, как мне казалось, офигенную сборку, которая просто взорвет YouTube, ну, ладно, не взорвет, конечно, и многие моды там обозревались, просто я объединил их воедино, действительно, получилось, как мне казалось, крутая сборка. Я уже хотел зайти и полюбоваться творением, которое я сделал. И угадайте, что? Конечно же, у меня просто не запустилась GTA-шка из-за того, что я понахреначил бы кучу модов, поэтому мой вам совет. Играйте лучше с немногим количеством модов, там, ну, хотя бы 5-10, там, если вы прям любитель модов. И я, в принципе, вот, показал вам такую вот сборочку игры, то есть она особо, знаете, и не нагружает систему, то есть я не стал сюда вливать какие-то, знаете, растительность, которая дико грузит систему. То есть, ну, просто, что может грузить систему, это, наверное, ENB, так как графика действительно изменена. Она сделана более, вы знаете, приятна в таких цветах. Ну, и также там небольшое отражение есть от машин, прям вот небольшое-небольшое. Также я заменил некоторые текстурки Лос-Сантоса, но, наверное, в роликах я вам их не покажу, так как просто сейчас до Лос-Сантоса доехать не смогу. Сейчас покажу вам, как происходят выстрелы, то есть видите, что немножко тоже изменены скины, оружие я тоже не хотел менять, потому что мог это прекрасно сделать на какие-нибудь там HD-модельки, но меня беспокоило то, что попросту я могу накосячить, и у меня перестанет запускаться версия Сан-Андреса, то есть попросту сам. И вы видите, что эффекты просто, как мне кажется, крутые, то есть огонь, он сделан прям хорошо, также дым идет, и когда мы стреляем, тоже, в принципе, все сделано более-менее качественно. И, ребятки, такой получился обзор, не буду о каждом моде рассказывать, там, по 10 минут, хотя и так, наверное, уже долго говорю. Вы сами сможете скачать данную сборочку, также зайти, поиграть, попробовать, если не понравится, то можете спокойно удалить и оценить ее. Также я постараюсь, какие моды смогу найти, потому что у меня, короче, в папке с модами там просто дохренища модов, которые я и не вставлял, которые вставлял, там просто месиво, серьезно. Я постараюсь практически все моды по отдельности запихнуть, если кому-то нужны будут, и, ребятки, я вот не знаю, стоит ли делать зимнюю сборку, поэтому, если вы хотите, то поставьте лайк, так как это действительно будет проблематично. И проблема в том, что некоторые просили, но ничего нового я в зимней сборке показать вам не смогу, потому что моды новые, они сейчас не выходят, и я могу брать только те, которые уже использовали. А проблема в том, что эти сборки уже делали, поэтому я постараюсь, конечно, при желании объединить их там в какую-нибудь одну крутую-крутую прям, но не знаю, как это получится. Если это вам нужно будет, то обязательно напишите, действительно, напишите в комментариях, стоит ли делать зимнюю сборку. А на этом, ребят, наверное, все. По ссылочкам в описании вы сами сможете все скачать, то есть вы просто скачиваете папку и переносите в нужное вам место. То есть просто запускаете сам, и ничего устанавливать не нужно. А если вы скачиваете моды по отдельности, то я думаю, что уже куча существует гайдов, и вы сами сможете установить эти моды. И да, небольшой вам совет, так как я скачивал моды с различных GTA Vice City, там, где присутствует автоустановка, лучше сначала устанавливать их вручную, то есть просто разархивируете в папку, а уже после сами перетаскиваете, потому что я сам разархивировал, и клео, то есть стиммеров я никаких не нашел. А если вы будете автоматически устанавливать, то, возможно, и стиммер какой-то вам может попасться. А на этом, ребят, наверное, все. Так, что это сейчас было? А, ладно, великолепно. С вами был Бургун, можете поставить лайк, также подписывайтесь на канал. Всем пока!